МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель. У эфиры на Винергеону на телеканале Беларусь-1 у студии Станислав Пшаницын. Добрый вечер. Сегодня у Гомеля прошел первый международный семинар «Ипатийские читания». Организаторы присвятили его былому директору Института лесу, академику Национальной академии наук Беларуси и Российской академии сельско-господарчих наук, незалежному эксперту Организации объединенных наций по лесу Виктору Ипатьеву. Он был засновальником нового накерунку у навуцы – радиоцинного лесоводства. Амаль, 25 годов запр, он накерывался у отпуск только на паперы, а сам проводил час у лесах и лабораториях. У активе академика Виктора Ипатьева коля 300 навуковых празд и быдай головное досягнение – практичное выращение комплексов пытаний, які звязаны с реабилитацией и ведением лесной господарки на землях, забруженных радою нуклидами, сёння гэта методыки ведомая во усім свете. Разработки белорусов широко внедряются в лесхозяйственное производство России. И некоторые в разработке России то же самое внедряются, как вы знаете, в лесное хозяйство Белоруссии. Но Белоруссия в этом плане далеко-далеко обошла Россию. Наука не стоит на месте, а лест сегодня необходимы не только нечто пропонувать. Укладенные сродки повинны приносить отдачу. У Институте лесу Национальной академии наук кажуть, что значных проблем у этом сенсе нема, тем больше, что доследования проводятся в рамках державных программ. Зараз, например, в учёные пропонуют технологии худкого выращивания драунины, что дозволит забеспечить сыровинный, палевный комплекс и новые вытворчасти. Построить биотехнологический центр, который будет выпускать по микроклональному размножению растения. Сегодня Институт полностью готов к реализации этого проекта, потому что создана коллекция быстрорастущих древесных видов. Она включает где-то свыше 100 клонов. Сегодня, до речи, с применением селекционного насения и, соответственно, загадя зададенными якостями, в Беларуси высаживается около 30% лесов. За развитием генетики в учёные связываются в будущем одного из основных природных богатых страны. В свой час гэта накеронник у Гомеля починал развиваться под керонистом академика Ипатева. Час показал, гэта был правильный выбор. Пытание захования лесных насаджений сегодня на полу особливую актуальность с правом тем, что рослины с низким генетичным потенциалом у значенной ступени подвергнуты негативным уплывам, что может у воглю привести до их деградации. Беларусь оказалась бы дай одинной краиной на постсоветской просторе, где гэта проблема выражается на держанном узровне. Алексей Нтеров, Евген Макеенко, телерадуя компания «Гомель». На протягу опошних некольких тыднях на Гомешчине проходили заключные этапы республиканских олимпиад. Вучни из всей краины приехали, чтобы позмогаться за победу. В Гомеле юные интеллектуалы удельничали в олимпиадах по математике, астрономии и физике. Местом проведения с поборницей по опрационным навучанию стал Мазыр. У агульной колькости удельников было больше за 200. Представники усих регионов и столицы собралися, чтобы помераться ведами и найти новых сябров. Все это сирот удельников олимпиады по физике были и 12 учеников из России, которые продемонстрировали неблагий результат и створили серьезную конкуренцию. Организаторы сподяются, что в наступном году республиканские интеллектуальные споборництвы набудут еще больше открытый формат. Про несколько дней уже в других городах нашей краины заключные этапы республиканских олимпиад протягнутся. Гистория, замежная мова, пришла черга гуманитарных навук. Традиционные представители нашего региона довольно мощные в этих дисциплинах. У Гомельш олимпиадные баталии завершены. Сегодня у Палацы творчества детей и молодей юнатства подведены выники опошней у нашей в области олимпиады. У знагороды отрымали молодые физики. Из года в год нет повторений каких-то типичных задач. А задания с каждым годом отличаются и, наверное, усложняются. И это все-таки накладывает отпечаток на уровень подготовки ребят. И каждый год тренеры команд, участники олимпиады должны все-таки ориентироваться на наиболее высокие, более сложные задания с тем, чтобы стать лучшими из лучших. Зараз до надзвычайных подей. Дорожно-транспортное здоровье отбылося сегодня на 89-м километре автотрасы Гомель-Кобрин. Груженую фуру выкинула с дороги. Водитель грузового автомобиля ехал с Гомеля в Речицу. У некий момент он неправильно выбрал худкость руху и не справился с кированием. Машину стала водить сбоку в бок и выкинула на обочину. По передней версии, автомобиль рухался с худкостью больше за 80 километров в годину. При том, что допущальный худкостный режим для этого вида автомобиля на даденном участке дороги 70 километров в годину. Неправильно выбрал скорость. Машину занесло, чтобы не лечь на бок. Груженый, 20 тонн. Автомобиль получил механические повреждения. В ДТП пострадавших нет, водитель трезвый. На Гомельщине шмат автомехаников працуют нелегально. Майстры автосервису перебудовывают свои гаражи у мини-СТО и не жадают платить податки. Кошт ремонтных работ у них значно ниже, а тому и конкуренцию такие предпринимальники створяют недобросумленную. Супрацовники податковой инспекции отправилися у рейд, как выявить таких майстров и притягнуть до отказности. Нелегальные козаушеки, механики, маляры и те, кто выполняет диагностику автомобилей, как правило, працуют в ось у таких гаражах, привабливают до собе клиентов низкими ценами и не платят податки. А сколько стоит такой автобус у вас покрасить? Я это бесплатно покрасил. Бесплатно? Да. На пытание, чему не зарегистрованы, усе отказываются одно и то же. Это хобби, просто справа для души. Однако брать за ей гроши не гребуют. Маляр с этого гаража сгадился пофарбовать автомобиль податковых инспекторов за некольки сотням долларов. Узял гроши и, конечно, не выбил чек, бо воволе они зарегистрованы. Налог на оказание услуг в сфере автосервиса для индивидуальных предпринимателей составляет 810 тысяч. Стараемся не давать работать нелегально. Всеми силами пытаемся зарегистрировать человека, пускай платят налоги и работают. То, что та, на то и потребна. Нередко у нелегальных механиков бывают недопрацовки. Низкими ценами яны привабливают клиентов, а тыя потом скарлятся на якость работ. Гэтый майстер на дворот зарабил диагностику добра. Однако, як попередний неплатильщик, не выбил чек. На питание чему отказал неуполненно. У таких выпадках податковики промышают заплатить податок у помера до 800 тысяч рубля. А те механики, кто заявляется ясше юридичными особами, притягиваются до штрафа у помера от 25 до 50 базовых величин. Как это видели и водители, так само выбирали официйные автомайстерни, инспекторы провели акцию ремонту легальным СТО без спека на УСИСТО и раздали людям специальные памятки. Александр Гамуля, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на Гомельском мясокомбинате произошло открытое посереджение комиссии по боротьбе с пьянством и алкоголизмом. Обмерковывались опытания профилактики и новые формы работы с аматорами спиртных напоев. На предприемстве зараз працует полторы тысячи человек. 20 из них находятся у специальном списе особ, с хильных до выпилки. С ними ведется пленная работа. Что день, трапивший у спис, проходит медогляд. С их семьями периодично работают мясцовые комиссии по боротьбе с пьянством. Однако у вынику поседжения все присутные сгодилися, что наибольш эффективным способом боротьбы с зеленым змеем является занятие вольного часу працованных спортом. Чем больше мы людей отвлечем в свободное время и направим на здоровый образ жизни, на мой взгляд, эта проблема сама уйдет по себе. Посмотрите, как это происходит в Европе. Там практически каждая семья зимой становится на лыжи. Там практически каждая семья играет в волейбол. Это есть резерв для того, чтобы мы заставили, будем так говорить, людей меньше употреблять спиртные напитки. До других тем, выстава «Гомель-будуется», примиркованная до 870-го года города, открылась сегодня у Палаца Румянцевых Паскевичев. В экспозиции у хронологичном парадку представлены фотосдымки самых знакомитых архитектурных помников областного центра, узоры будовничных материалов и инструментов, уникальные документы с фондов краезнавчого музея и музея истории города. За час своего иснования наш областный центр пережил шмат разбирательных войнов, за якими ишли годы отроджения. Уся богатая история будовництва яскраво представлена на выставе. До речи, у створенной экспозиции приняли удел будущие архитекторы, студенты будовничного факультета Белорусского державного университета транспорта. Однако главной подеей сегодняшнего урочистого открытия выставы стала презентация книги «Любимый Гомель. Будовничий летопись города». Работа над ее велася на протягу года. Свои архивы представили ветераны будовничьей глины. Выник отрымауся большим унушальным. В этой книге вся история строительства города, начиная с первых упоминаний о нем и заканчивая тем, каким будет наш Гомель в будущем. Проекты микрорайонов, которые планируются построить городы. Ну и то, что мы видим сегодня. Пригажостью, гармонии и неповторной энергетикой вядомые песены коллекту «Золотые голосы Грузии» покарил Гомель. Наши корреспонденты побывали на концерте и поделились ураженними. Концерт отбылся у рамках фестиваля «Грузинская душа», який у першиню проходил в Беларуси. До этого часа гости сонечной Грузии порадовали своим выступлением минских глядачу. Выступление коллектива у столицы прошло за аншлагом. Беларусы, який так само любят музыку, знайшли у грузинской творчести свою рызыночку. Это в первую очередь большое разнообразие и многоголосие, что самое главное, что нас выделяет на фоне всех наших соседей. Коллектив «Золотые голосы Грузии» выступал Амаль во всех краинах света. Яму аплодировали глядачи Франции, Италии, Германии. Сподобалась творчасть грузинов и аматорам музыкальной творчасти на инших континентах. Например, в Довой Зелеландии маоры. Они со слезами на глазах слушали, потому что что-то перекликалось с их культурой. У них есть многоголосие. Артысты были навод некольки сдивлены теплым приемом у Гомеля. Мы ведали, призналися и они, что у вас за аншлагом прошли концерты танцевального коллектива Сухишвили Ромишвили. Але, как вашему глядачу сподобалися грузинские песни, мы не шакали. Я думаю, что каждый год мы найдем для того время, чтобы приехать с такой прекрасной публикой, которая очень разбирается в музыкальной сфере, очень разбираются в песнях и, оказывается, помнят грузинские песни. И вот так тепло, радостно и лестно нас принимают. Миколай Кальсин, Анастасия Кучинская, Игорь Марышин, котель радио «Компания Гомель». Я с вами развествуюся. У студии працевал Станислав Пшеницын. Заставайтесь с нами и приемных вам выходных.